Юнсуань. Чувствительная область. Между большим пальцем и прилегающим к нему вторым условным указателем. Обеими ногами нужно наступить. Руки на пояс. Наступили? Сразу так интересно стало? Да. Хорошо. И правой ногой делаем вот такие движения. Вперед-назад. Вот носочек к пятке. По разным траекториям. Условно пилообразно. Вот так вот. Видно, да? Что у меня палец делает? То есть не по одной дорожке, по одной дорожке не получится. А от внутреннего края постепенно к внешнему ребру ступни смещаемся. А по диагонали, да? Ну, получается зубья пилы вот такие. Условно. Не то чтобы по диагонали, по разным диагоналям. Правой ногой правой. Вспоминаем, как называется у нас канал правой ноги. Яша свати. Доблесть и великолепие дающие. Достаточно. Подбавляем осаночку. Наступаем юмсуанем. Правой. Левой выполняем такие движения. Зигзагообразные. Хорошо, если при этом вы знаете картографию зоны ступни. Ее можно посмотреть в интернете. Забив поиска и биологически активные зоны ступни. Картинки. И посмотрите, где, чего соответствует. Где, чего у вас сильнее всего болезни отзывается. Юмсуанеме наступили. Большие пальцы потянули вниз. А пятки приподнимаем. Двадцать один раз. Да. Вот это даотская йога пошла у нас. Проекционная зона почек активизируется. Сила предков. Вот так поднять и опустить. А вы что, надо левком? Надо еще немножко. Ну пока хватит. Условно двадцать один. А ты решил бузник не приносить? А ну как надо же. Разнообразить удовольствие. Теперь по кругу изнутри наружу. Так же к пятке, к носочку. Перемещаем. Проминаем. Правая активная. Левый. Изнутри наружу. Когда шарик мельче, оно еще больнее. Вот у меня вот панельчик. Это делает болезнь. Когда шарик покрупнее, оно не так сильно. Ваши пальцы посильнее. Конечно. Это хорошо. Теперь. Это процесс пошел. Юнсуани. Ноги немножко согнули. И большими пальцами мы нажимаем в проекцию на тыльной стороне этого самого юнсуани. Вот куда у вас шар должен опираться, туда жмите большим пальцем. Так, сейчас я подойду. Вот так вот надо туда жать. Большой палец. Видно? Вот так вот. То есть он. Видишь? Видно? Вот. Смотри. Надо развернуть. Нет. Вот. А, вот вот так. Все жмем. Да. Настраиваемся на то, что где-то под вами находится земля. И мы на контакт с ней устанавливаем. Потому что камень из минерала. Это важно, что он не железный, не пластмассовый, никакой иной, не резиновый. А вот такой вот, минеральный. Это аккумулятор жизненной силы. Вот. Потихонечку поднимаемся удобно. Левая, где она есть, а правая попробовала шар взять в кулачок. Зацепить большим пальцем и мизинцем. И поднять. Вот. Так, повыше. Чего, как она, процесс идет. Вот. Хорошо. Покидал. Получилось. Вот. Отлично. И так несколько раз. Вдох, выдох. Если получается, то вот по такой траектории. Раз. Условно, энергию земли наматываем на ногу с помощью шара. Так. Как этот процесс. Так. Смотри. Чего, Володя? Вот надо его сначала вот так вот именно расщепелить пальцем. Расставить, чтобы внутренние захватили его, а большие прижали с боков. Тогда получится. Большие с боков. У меня один раз получилось. Как-то. С боков только один большой. А мизинец. Вот, Элена. Молодец. Вот это вот, да. Поймал. Ну и попробуйте с другой. Скажем, такой задел на работу самостоятельно. Тоже захватили и поделали. То есть, если начинает потом хорошо получаться, то движения разноображиваются. То есть, вывести вперед, допустим, на уровне пояса. Поставить. Вывести назад пятку к ягодице. Вот так вот приподнять. Вывести в сторону с напряжением ноги. Вывести перед собой, имитируя удар, допустим. Вот так вот. Ну чуть ниже можно, как получается. То есть, традиционно вот. Раз. Потом попытка вперед. Пятка к ягодице. Боковое движение. Вывести. Ну да, когда будете отрабатывать, то есть на земле, на траве, но не на граните. Потому что они хрупкие. По сути. Но когда раскалываются, считается, что уходит что-то плохое от вас. Своим образом такое очищение происходит. Пожарить не надо. Можно где-нибудь по дереву оставить. Так уж диаметр надо подрезать. Трудно найти там. Ну, закопать, положить под корни. Да нетрудно. Просто ты измеряешь и смотришь на Алиэкспресс. Там в диаметрах. Попробовали. Хорошо. Теперь шар поближе вплотную к пятке. Один и другой. Не пяткой наступить на шар, а вплотную к пятке. Получается, что наперся в среднюю часть ступни. Есть? Пятка стоит. Не, не то девочки. Пятка стоит. Вот. Давайте. Ноги немножко согнули. И основание ладони прижимаем пальцы вниз. Ладошечку. Не отрывая пятку. Дышим. Минута. Попробуйте переместить его строго под пятку, как каблук. И подняться. Пальцы на ногах растопылить. Сильнее. Или попробуйте растопылить. И попробуйте поднимать попеременно. Ток. А растопылить пальцы одной накид, то другой. А другое можно давать? Можно. Попытаться хотя бы на секунду приподнять оба носочка. Снова под юнцуань. Сейчас у вас пятка хорошо чувствуется. Я надеюсь. Либо просто перенесли на юнцуань, и все, и хватит. Либо пятка в воздух, и нужно задержаться на минуту. С пяткой на весу. Да. Если еще держаться за что-нибудь? Ну, вот здесь надо держаться за столб шивы, как говорится. Вот это вот именно тапаси такая. А, ну тебе на носочки оперся? Я в носочки оперся, да, пятки приподнял. Ага, теперь аккуратно в проекцию этой точки, кончиками пальцев взять, и в проекцию точки, куда я вам подходил, пальцами давить. Прижимаете, и постараться повминать его, повкручивать. Ну, в общем, движение такое, как будто вы разминаете под ним узелок. Сейчас я посмотрю, куда вы засунули его себе. Да, да, да. Ну, лучше взять и вот так, смотри. Вот. Вот такой, тогда мощнее. То есть, проминание изнутри наружу и теребление. Вот, 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 да, да, да. Достаточно. Коленки согнули плавно. Поднимайтесь. И первое называется, обезьяна сжимает орех. Моги немножко сгибаются, рот расправляется, подмышки раскрываются. Но несколько раз пытаемся вот таким движением, словно его сломать. Представляешь, что обезьяна берет орех и пытается его изо всей силы сломать на выдохе. Как правило, ступни уже так хорошо укоренены. Они делаются, ну как, в ощущениях чуть больше, чем обычно. Распирают их. Можно корни вниз в землю запустить через ступни. И теперь наполняем это движение. И пульсирующе начинаем сжимать, пытаясь раздалить и сломать кампу. Теперь чередуем. С усилием сильно-сильно сжать, еще сильнее сжать, предельно сильно сжать, совсем-совсем сильно сжать, а лицо при этом расслабить, челюсти расслабить, брови расслабить. Чуть расслабить руки и изо всей силы сжать, еще сильнее сжать, совсем сильно сжать. Представляешь, что вот еще и камень хрустнет. На выдохе сжали, да сжали, совсем сильно сжали. Теперь косточки на указателях, неважно какую, вы уперли ложбинку между косточками в обнутость, в выпуклость другой косточки. И сильно начинаем перемещать косточкам мизинца, как зубчатую передачу на шестеренках, и обратно. еще и руки при этом сжимаем. Правой рукой постукиваем по тыльной стороне левой, чувствуя камни сквозь руки. Это на повесницу идет воздействие. Потому что сейчас мы постукиваем по зоне почек и повесницы. По-другому. Уголек. Представляем, что это уголек, и быстро, мелко подбрасываем. Как будто вы картошку вытащили из костра печеную, и она руку обжигает. вы вот так чемельчите в уши. на самой кончике пальцев вывели, называется жемчужина. Жестко пальцы быстро в сторону растопы, и в центре ладошки поймать шар. И снова на кончике пальцев. Теперь называется змея, яйца, яд. Вот так сделали кончики пальцев. Шар должен остаться на месте, а надо быстро его схватить. В быстром движении. Представляю, что это змея проглотила яйцо. Аккуратно, не убейтесь. В правую руку шары. Левая на пояс, чтобы не хванило. Проверьте положение ног. И вытянем. В сторону большого пальца, да, почасовой. Но на левой по-другому. Здесь все в сторону большого пальца. Теперь большой палец проверьте направили вверх. И так попробую попутить. К ключу. Аккуратно, на вытянутую руку вверх, чтобы по башке не вылетело. Аккуратно. Фалангрин вниз. Локоть в сторону. И сейчас он вроде бы против часовой крутится. Вот так. А ну вот так сделаем. И попробуем крутить. Ладошкой вниз. Получится так? Ну это не еще небольшие у тебя. Ну ладно. В общем, попробуем. Теперь в другую руку влевую. И в сторону большого пальца получается против часовой крутой. Ну можно этим удовлетвориться. Можно поставить кувак вертикально. Попробую. Ключу попробую. Ярко попробую. Вниз кулак. Ну и в пределе вот так. Направо. Не касаясь. Так же по часовой. Безручно. Здесь постукивание. И не касаясь. Постукивание. У нас же не важно в какой сфере присажения. Не важно. Здесь важно локоть чувствовать. Что более на постукивание. В ощущениях локтя было. И на другой. И на другой. Софи. Так. Еще раз. Зеточки так чешутся сейчас. Конечно. Мы вчера хорошо подсоединились к энергиям Шивы и Синегорлова. На правый шар Янский, между указательным большим пальцем. На левый шар Инский. Круглые окошки. И пытаетесь изо всей силы раздавить шар. Движение тоже начинается в таком положении, потом по круглой траектории. И вверх. Вот здесь вдох. И чуть оседаете вниз на выдохе и пытаетесь изо всей силы раздавить. Ну и теперь правый, сверху, левый, снизу чуть-чуть попостукивали. Без раскалки. Обращали внимание на суставы пальцев. И наоборот. Правая сверху, да, и левая сопротивляется. Вы словно пытаетесь вытолкнуть шар вниз. Левый. Наоборот. Давление. Нептевая фаланга. Указательного. Видно, да? Вот там. Большой палец придерживаем. Пытаетесь уплотнить ощущение. Ну и понаблюдает за ощущением в руках. Ногтевая фаланга большого. Вот так. Да. Указательного к себе пихаете. Тоже наблюдаете за щенки. У нас в ногтевой пластине и в ее основании очень много энергии. Она связана в основном с энергией зубов и неба. Сейчас мы это дело активизируем. Большой палец и вверх. Безымянный. Взяли. Вспоминаем, что это стихия земли. Делаем кольца. И пытаемся из-за всей силы раздавить. Проверяем, что тут не параллельно. Волковое хвостик. И... Волковое хвостик. И... Видя... Травый постук именно по леву. Хвостник. Чувствуем пальцы при этом. Волковое хвостик. Волковое хвостик. дайв, дайв, дайв левый дайв, сопротивляясь ногтевая пластина безымянная основанием большого пальца из-за всей силы дайв чувствуем как в ногтевой пластине в фаланге возникает ощущение связываем это с десной над передними зубами и наоборот, большой палец мизинец захватили, аккуратненько и пробуем расставить мизинцем шар мизинцем шар левый дайв, левый дайв ногтевая фаланга мизинца основания большого пальца вспоминаем, что это стихия воды дайв ногтевая пластина большого мизинца дайв но осталось нам средний палец стихия воздуха, стихия эфира собрали кольцо из среднего пальца старайтесь раздавить сразу и усиливаем давление, как будто это жизненно важно расщепить вниз расщепить как зубчиками кусок сахара от этого еще хорошо зрение улучшается более четким становится, потому что кончики пальцев связаны с зрителями канават правой постукиваем по левую 6 пальцев левый постукиваем по правой правой даем в левую левый дай вправо ногтевая пластина среднего пальца основания большого из-за всей силы ногтевая пластина большого основание среднего ну по сути все мы пальцы активизировали хорошо еще раз сильно сжали закрепляя эффект еще сильнее сжали и еще сильнее сжали и совсем сильно сжали и представили что они начинают светиться ярко-ярко от них идет гудение вибрации гудение коль не идет подмышки сильно открыли и еще добавили движение со всей силы проседая вниз и правая рука накладывает шаг на затылочную ямку а левая в район между бровей в какую сторону вращать здесь не важно главное вы продавливаете правую затылочную ямку левой межброви виски левая на затылочную ямку правая на макушку в районе родничка то есть найти самую чувствительную область в районе макушки и по продавливать левый затылок правый родничок продавливать можно сильно здесь себя особо не жалеть но и без фанатизма ну каждый выбирает главное чтобы не травмируя себя если потом шишка после практики это неправильно должно быть так в меру болезненно терпимо левая на макушку правая на межброви массировать почувствовали связь при этом между шарами на макушке не просто на макушке а там есть вогнутость небольшая вот левой рукой и шаром надо эту вогнутость найти у себя область родничка а правая тоже в межброви так хорошо дает у нас есть скулы под скулами есть углубление вот мы берем от щек ведем к скулам словно пытаемся в глазах катить они во что-то уперлись и эту зону помассируйте если получается там сухожилие по раздвигать это тоже не очень приятно по раздвигаете челюстям рот приоткрыть и место схождения челюстей почувствовать тоже болезненная зона помассировать ее хорошенько чуть выше к ушам найти болезненную область возле ну так скажем самый верх челюсти массировать должно отзываться сильное неприятно где-то вот аж в носоглотке возле козелка возле ух массировать тоже нашли вогнутость за ухо и под затылочными бугорками это от задней поверхности шеи найти два бугорка затылочных и постараться эту область помассировать должно тоже ломатой отзываться все это очень болезненные участки окей хорошо правый шар упираемся подъедем на ямку подбородком его фиксируем чтоб не упал левую берем в правую руку левая рука на пояс правая на пупок и вокруг пупка начинаем вращать по правой стороне вверх по левой вниз спираль то сужаем то расширяем когда пойдет по широкой он еще прокручивается вокруг себя до лобковой кости а потом вверх помню что мы сужаем расширяем тоже чувствуем где болезнь называется он там может быть чуть дольше поделать по идее можно так глубоко его под ребро вести там пытаться засунуть попроминать область желудка солнечного спрятения покатали по груди не нашли самый выпуклый позвонок это даже не позвонок это хрящик и вокруг этого хрящика начали прокатывать повели в сторону лево плечевого сустава и нашли область которым плечо крепится к телу вокруг этой области по накатывали и под ключицами к правому плечу пока рука сжимается и обратно и меняем кладем его прижимаем подбородком рука правая на пояс то есть левая вокруг пупка по левой вверх по правой вниз то сужаем то расширяем и и и и и и и и и под ребра его подзаводить. Сейчас мы знакомим шарики с вашим организмом, чтобы потом, когда вы крутили в повседневной жизни, ваш весь организм поддерживался, подкачивался энергией. Вокруг пупка, вокруг выпуклого позвонка, ну или хрящика на груди, в сторону под ключицей, в сторону укрепления плеча и тела, в сторону левого плеча. И снова правого. Окей, достали. Шар инский в правую подмышку поглубже, шар янский в левую подмышку поглубже, руки крест-накрест и пытаемся в подмышке поглубже заснуть шарик, прижимая к себе и запихивая их глубже и глубже. На выдохе. Шары достали, инский в правую, янский в левую и вот такие движения делая косточками, под ягодичные мышцы немножечко попостукивать, находя самые болезненные участки. Это примерно вот здесь вот находится, снаружи вовнутрь. Когда участок нащупали, мы его массируем достаточно жестко. вовнутрь. Если не отзывается болезненностью, значит не поймает, может чуть выше. И попостукивать в этот участок. Проходим выше, почка. Встречные движения, то одна выше, то другая. И оба из почек попостукивают. Чуть вверх, чуть вниз. Захватили в самые кончики, потянули назад кончиками, а сели вниз и делаем такую арку, называется. Это пупок вперед, плечи вверх-назад, голову не запрокидывая, голову поднимаем параллельно потолку и пальцами за все силы тянем назад, дышим. Чуть ниже, чуть дальше пупок вперед, чуть выше руки назад. Раз, два, захватили и поджали, уперли косточками и переместили косточками мизинца и в сторону пупка и лавковой кости. Руки расслаблены, придерживаем шары, глаза прикрыты, почувствовали себя, что нога появилась в самом восприятии. Лаза открываем, кладем правую руку, левую руку на пояс и немножко поворачиваем в комфортном и удобном режиме, наблюдая разъищение в теле. И на параллельно. на этом можно практику нам шарами завершить. Продолжение следует... Продолжение следует...